Здравствуйте, дорогие любители бильярда! И сейчас у нас в нашей импровизированной студии, здесь в клубе Доберман, самый, пожалуй, именитый спортсмен этого турнира Юрий Починский. Здравствуйте, Юрий! Добрый день! Ну, в первую очередь хочу пожелать вам удачи на этом турнире, и, наверное, на Евротур вы тоже останетесь? Однозначно! Вот. Ну и я знаю, что здесь, на этом турнире, ваш самый преданный болельщик. Моя бабушка? Да. Да, на самом деле, моя жизнь сложилась так, что я родился в Москве, но с 9 до 15 лет прожил в этом славном городе Ростов-на-Дону у бабушки. Вот. Поэтому, как бы, я нахожусь, можно сказать, у себя дома, живу у своей бабушки, и независимо от того, в Ростов это будет Москва или любой другой город, бабушка настоящий фанат бильярда, и она всегда ездит со мной, переживает, болеет за меня. А мне это, как бы, приятно, это дает ей дополнительные жизненные силы, энергии, и чуть-чуть, очень хорошо все. Ну, хотелось бы, чтобы на этом турнире у него было поменьше переживаний. Ну, знаете, наоборот, эти переживания, они добавляют жизненные энергии, поэтому... Всегда... Я считаю, что когда ровно середина вот такая идет, это плохо. Всегда должны быть небольшие падения, небольшие взлеты, тогда организм мобилизируется, и намного краще воспринимается вообще наша жизнь. Ну, приятно вас видеть в хорошем настроении, еще раз хочу пожелать вам удачи. Ну, как я говорю всегда, удача женского рода рано или поздно изменит, поэтому успех. Успех. У нас в гостях Олег Николаевич Абакумов, президент Федерации бильярдного спорта Ростовской области. Здравствуйте, Олег Николаевич. Добрый день. Ну, вот уже приходилось слышать много положительных отзывов об уровне организации, о самом клубе, и я сам столкнулся с тем, что очень радушный прием, что помогают во всем, что-то организовать, помочь и так далее. То есть, во-первых, спасибо вам большое за организацию, ну и что вы хотели пожелать спортсменам, игрокам? Ну, я думаю, Донская земля, она гостеприимна всегда, кто бы сюда ни приезжал, будь это спортсмены, руководители какие-то, поэтому мы, конечно, рады видеть всех спортсменов в этом прекрасном клубе. Я думаю, этот клуб, ну, очень хорошего уровня, и спортсменам будет здесь очень комфортно и играть, наверное, и показывать какие-то хорошие результаты. Эта организация этих соревнований, конечно, это комплекс целой команды, которая вот у нас в Ростовской области создалась. Я думаю, что здесь каждый внес свою определенную лепту, это и Федерация русского бильярда города Ростова-на-Дону, это наши спонсоры, которые помогли в организации всего этого дела, потому что предварительные игры мы проводим в этом клубе, ну, а финалы мы выносим в большой комплекс спортивный экспресс, где больше тысячи зрителей. Мы надеемся, что любители бильярда города Ростова-на-Дону будут, ну, скажем так, довольны вот тем, что они могут увидеть сегодня в нашем городе. Ну, а я надеюсь, что с вашей помощью нам удастся организовать прямую видеотрансляцию в интернете, и смогут не только тысячи ростовских футболельщиков бильярда посмотреть финалы, но и также любители бильярда со всего мира. Да, я надеюсь, что вот эти прекрасные соревнования вот с вашей помощью будут донесены действительно по нашей всемирной паутине не только к жителям России, но и ближнего зарубежья, для всех любителей бильярда, которые хотят, которым нравится, которым этот вид доставляет в первую очередь эстетическое удовольствие. Ну, всем, кто любит бильярд. Всем, кто любит бильярд. Спасибо большое за интервью. Напомню, что у нас в гостях был Олег Николаевич Абакумов, президент Федерации бильярдного спорта Ростовской области. Спасибо.